Привет, на связи Денис из музыкальной школы Headliner и в этом видео мы с тобой поговорим о том, как можно использовать в своих проектах готовые лупы потому что у лупов есть два больших минуса луп может быть очень хорошо сведен, очень хорошо аранжирован и он классно звучит сам по себе, но сложно его как-то переаранжировать и по отдельности обработать звуки из этого лупа как подгонять лупы под темп проекта я уже показывал в другом видео ссылка будет где-то здесь в углу экрана а сейчас мы копнем чуть глубже и я покажу как встроенными в холл студио средствами можно работать с лупами как с отдельными ваншотами итак, вот у нас есть аккорды и допустим я хочу добавить сюда какой-то драм луп, например вот этот конечно же я могу его просто перетащить, подогнать по темпу но я не смогу к сожалению сделать с этим лупом ничего кроме того как обработать его весь целиком либо повысить пич, понизить пич, ну и собственно все а если я добавлю его вот таким образом, щелкаю правой кнопкой по лупу луп разбивается на отдельные удары они сразу же прописываются в текущем паттерне в piano roll и все это играет в темпе проекта разумеется сейчас у меня почему-то этот луп на три такта давайте ее сделаем на два, либо на четыре и вот так вот гораздо лучше теперь что я могу с этим сделать могу поменять местами какие угодно удары и прописать свой собственный ритм то есть вы понимаете да, как угодно можно теперь переаранжировать данный луп кроме того мы можем по отдельности обработать каждый удар для начала нам нужно понять где какой удар это кик очевидно это снейр и необходимо подписать их это можно делать вручную с помощью правой кнопки мыши вот так, Rename и пишем Snare либо можно воспользоваться функцией скрывающейся вот здесь вот под кнопочкой с маркером After Rename All вот видите он автоматически распознал где кик, где снейр и автоматически подписал все маркеры теперь можно вот здесь в этом списке выбирать по очереди каждый маркер и назначать их на какой-либо канал микшера давайте я выведу на второй канал сам SliceX а теперь вот здесь в окошке Out для каждого отдельного кусочка я могу выводить смещение относительно основного канала то есть кик будет на один канал правее выводиться вот сюда у нас здесь как раз кик и каждый кик я вывожу на один канал правее если не двигать мышкой то когда я открываю это меню у меня автоматически выделен последний маркер с которым я работал очень удобно, чтобы не сбиться вот так вот я назначаю единичку для всех киков а для снейров я назначу двойку и давайте посмотрим вот кстати я нажимаю пробел и хочу чтобы играл весь проект а у меня играет внутри SliceX это потому что вот данная кнопочка у меня включена если я ее отключу то пробел будет действовать внутри всего проекта и прекрасно видно что кик и снейр теперь выходят на отдельные каналы соответственно я могу их отдельно обрабатывать сайдчейн вот здесь у меня выведен на аккорды именно от кика и давайте посмотрим и увидим как громкость будет проседать только в момент удара кика вот мы видим что громкость проседала только в момент удара кика еще я слышу какой-то артефакт в начале потому что у меня воспроизведение не сначала и кстати об артефактах на некоторых ударах будут слышны щелчки в конце или в начале потому что SliceX не всегда автоматически верно расставляет маркеры иногда вот здесь видите уже начинается следующий звук маркер стоит чуть-чуть правее чем нужно или наоборот он мог бы быть здесь в общем если он стоит не в месте пересечения вот этой центральной горизонтальной оси могут возникать щелчки давайте послушаем это вот в конце был щелчок чтобы устранить этот щелчок мы можем воспользоваться функцией из меню с гаечным ключом DeClickOut либо если нам нужно и в начале и в конце устранить щелчки то можно просто воспользоваться функцией PerfectAllRegions тем самым во всех вот этих вот кусочках они называются здесь регионами, маркерами во всех этих регионах все щелчки устранены также для каждого отдельного удара мы можем назначить свою артикуляцию что такое артикуляция? это фильтр и здесь мы можем выбрать его тип всего у нас артикуляторов 8 и для каждого мы можем настроить свой фильтр ну допустим здесь я выберу bandstock-фильтр он же notch-фильтр здесь я выберу high-pass-фильтр включу его если off, то он выключен 1, 2, 3 это крутизна среза и также мы можем выбрать модуляторы огибающую LFO либо в зависимости от velocity от x-y контроллера или рандомно могут меняться панорама громкость, частота среза фильтра резонанс, скорость воспроизведения сэмпла и его точка старта для каждого маркера отдельно мы можем выбрать свой артикулятор например вот первый снейр у нас будет вот амплитуда, фильтр, скорость и так далее может тоже назначаться на отдельный артикулятор допустим фильтр у нас будет вот этот, второй и давайте его послушаем я могу настроить либо статическое стоянное положение фильтра например вот здесь он будет закрытый вот такой а второй снейр вот этот давайте его выделим правой кнопкой чтобы маркер у нас здесь поменялся и для него назначим фильтр артикулятор 3 вот артикулятор 3 у нас band pass будет вот с такой крутизной срезом и он будет вот такой давайте послушаем в целом и мы слышим что первый снейр у нас с таким фильтром второй с таким а остальные без фильтра вовсе ну и покажу пример как можно автоматизировать движение этого фильтра ну давайте у нас на этом снейре будет не просто статичный фильтр а катов будет меняться под воздействием огибающей допустим или LFO вот здесь вот она включается и мы слышим что плавно меняется частота среза фильтра скорость мы можем здесь вот настроить глубина воздействия этого модулятора крутится вот здесь и послушаем вот здесь вот слышно воздействие LFO на фильтр а для первого снейра ну давайте сделаем огибающую тут у нас артикулятор 2 и вместо LFO на катов фильтра мы назначим N1 нарисуем еще одну точку чтобы была фаза атаки и спада включим ее вот такую вот допустим форму мы настроили и давайте послушаем также можно назначать LFO или огибающие на панораму и на другие параметры допустим вот давайте вот этот вот этот снейр по панораме пускай смещается в зависимости от velocity вот правой кнопкой мы его выделяем это у нас артикулятор 2 и здесь мы его назначаем для чего для панорамы наверное да потому что и панорама и громкость здесь у нас вот в первой секции и слышно что при легком нажатии где-то слева при сильном нажатии тоже слева а при среднем нажатии где-то справа у нас будет этот снейр ну потому что я так нарисовал вот можно было бы не ставить эту точку а вот так сделать тогда он при слабых нажатиях слева при сильных справа вот то есть velocity будет управлять панорамой не знаю зачем это нужно ну вы можете назначить это куда угодно а моя задача вам просто показать эти возможности либо вообще рандомно может у вас гулять панорама вот в этих вот пределах что еще можно сделать на самом деле очень много всего можно сделать потому что нижняя часть слайсикса это по сути эдисон и все функции доступные в эдисоне доступны и здесь можно и эквализацию какую-то сделать и функцию блюр и конволюционный сверточный ревербератор и все что угодно можно здесь поменять питч, таймстретчинг, реверсы сделать ну давайте питч-шифт сделаем для конкретно вот этого удара снейра вот так что еще мы можем вообще заменить какие-то отдельные ваншоты допустим я хочу вот этот кик заменить вот этим для этого я просто перетаскиваю его сюда с зажатой клавишей control и отпускаю тут можно дополнительно как-то его поднастроить preview позволяет послушать эти настройки допустим питч у кика я могу поменять вот у меня этот кик заменился а вот этот кик вот этим заменим с control точно так же перетаскиваю ничего здесь настраивать не хочу просто щелкну колесиком мыши чтобы все вернулось на свои места по умолчанию вот еще можно поскольку у нас подписаны и наши кики и снейры можно сделать лейеринг для этого можно воспользоваться вот здесь вот здесь вот в этом меню функции layer монимус все удары с одинаковыми названиями объединятся слой и между элементами этого слоя можно переключаться различными способами например в зависимости от velocity либо в зависимости от положения ручки x или y в xy контроллере или вообще рандомно или они просто все могут играть одновременно или одновременно но с компенсированной громкостью чтобы она не складывалась давайте попробуем вот здесь в зависимости от положения ручки x естественно партию нужно переписать потому что у нас теперь только два региона кик и снейр и все наши кики будут зашиты сюда все снейры сюда нарисуем очень простую партию и продлим ее теперь просто будем крутить ручку x и переключаться плавно между нашими слоями мне нравится вот здесь что-то вроде реверса такое у нас получилось и кстати о реверсах вы можете переключиться вот здесь на ввод данных на другой мили канал и если вы используете 16 мили канал вы будете рисовать реверсы снейра либо кика вот вы обратили внимание что здесь есть еще дек б это вот сюда вы можете в дек б поместить какой-то другой луп и в том же пианороле рисовать нотами другого лупа вот ну я не хочу чтобы это видео растягивалось до бесконечности поэтому не буду углубляться туда можно сделать слои также из этих обоих деков возможности здесь на самом деле еще очень много пока я надеюсь что вдохновил вас уже этими возможностями и если вы что-то новое узнали из этого видео обязательно поставьте ему лайк ну а если до сих пор еще не подписаны на мой канал конечно же подпишитесь вот и на нашу группу вконтакте тоже подпишитесь все ссылки будут внизу в описании под видео напоследок давайте послушаем что я тут насочинял с помощью вот этого слайсикса пока готовился к записи данного видео и закину удочку на следующее видео я покажу если вам конечно же интересно как можно накрутить вот такой вот рис исключительно встроенными средствами если вам интересно будет вот этот рис пощупать так сказать изнутри узнать как он был сделан вот то я в следующем видео вам покажу давайте послушаем и будем на этом прощаться с вами был Денис из музыкальной школы Headliner и 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